Друзья, здравствуйте. Меня зовут Владимир Владимиров. Я являюсь разработчиком бизнес-аналитики в компании Python для недавнего времени. Гор назад работал программистом 1С, а сейчас уже больше года я работаю разработчиком бизнес-аналитики. Тема называется ClipView, BI на основе на аналитики в 1С. BI на текущий момент довольно модная аббревиатура. Расшифровывается как Business Intelligence. Это комплекс криптомер, программного обеспечения, который направлен на представление какой-то деловой транзакционной информации, тремлемой для человека. Какие-то таблицы данных, значения какие-то, все это преобразовать, показать красивые показатели, чтобы все успокоились. Ну, с чем начнем? В принципе, любая компания в процессе своей жизнедеятельности накапливает какую-то информацию. И, естественно, что спустя какое-то время из этой информации кто-то хочет получить свои дивиденды, посмотреть там итоги деятельности, какие-то выводы сделать там о производительности, о состоянии дел в компании. Соответственно, вот те отчеты, которые при этом выкладываются, можно дружно называть бизнес-аналитикой. В нашем случае, что нас подтолкнуло к использованию системы бизнес-аналитики, в частности ClickView? В компании было, точнее, очень много источников данных. Как эталон, это были базы данных 11 предприятий. Причем довольно-таки разная база. Были, как и нетленки самописанные, были, как и типовые там управленческие какие-то базы. Базы гуглтерии. Чуть позже появилась база данных транспортной логистики. То есть около 10 баз. То есть такой небольшой зоопарк. Плюс очень сильно выросло количество пользователей, которые работали с этими данными данными. Потому что компания сама в себе росла и развивалась очень сильно. Открывались новые филиалы, количество расходов буквально специально. Соответственно, открывались новые подразделения, новые отделы со своей отчетностью. Раньше, допустим, был отдел продаж. Этот отдел продаж разросся на 3-4 отдела продаж по разным видам бизнеса. Отдельно отделился отдел сервиса клиентов, который он тоже свою отчетность подавает. То есть все это поползло и поползло. И, конечно же, каждый такой свой отдел хотел себе свой какой-нибудь универсальный отчет. Отличный, красивый, только, который решал их задачи. В итоге у нас на момент 2-3 назад возникла такая ситуация, что у нас в 1С появилось очень большое количество различных отчетов обработок. Причем у некоторых отчетов обработок было непонятно, а кто их вообще используется? Когда ты их заказывал? Вот эти данные вообще, которые используются, не вкладные или нет? Привело все это к тому, что часть отчетов начали рассчитывать просто ночью. Представьте, допустим, у нас есть один отчет, который называется Скорбкарт филиала. Скорбкарт – это, по сути, такая длинная портянка с расчетом оптимальных показателей или чего-то. И эта портянка в 1С формируется в 2 часа. Разве это пользователь будет формировать? Нет, конечно. Все это ставилось на регламентное задание на ночь, и утром это все пользователю прилетало на почту. И доходило до того, что приходит человек на работу, а у него 20-30 таких экселерских портянок висит в почте. И действительно смотрит ли он в них или нет? Непонятно. Вроде как бы ресурсы эти задействованы, серверы работают, нагружаются ночью, выполняют, получается, какие-то вычисления. Пользователь может в итоге в это и не заглядывать, может быть, ему не нужно. Ну, появились еще всякие разные файловые хранилища. Точнее, не всякие разные файловые хранилища, в которых у нас по подразделениям разделились какие-то там файлы, выпущенные коды, свои цели, свои варианты отчета. То есть это тоже были какие-то источники данных, специфичные непосредственно для подразделения. То есть из них тоже надо было вычинять какую-то информацию. Ну и, соответственно, весь этот зоопарк отчетов потребовал очень большой доработки со стороны IT. Потому что, допустим, когда я пришел на работу в эту фирму, первые полгода моя работа была только доработка уже имеющихся отчетов, имеющихся форм. Добавление каких-то новых полей или распределение вычислений. Я не знаю, что еще там было. Ну, это как бы была основная деятельность IT. То есть не разработка чего-то нового, а поддержка старого. В итоге у нас руководство очень сильно задумывалось, как вообще дальше с этим быть. Начали перебирать системы, которые могли, допустим, удовлетворить наши требования. И пришли к системе под названием ClickView. До этого был небольшой опыт салат кубами, но я так понял, что их работа не удовлетворила руководство. Потому что все-таки у них есть небольшая тормознутость в сравнении с кликом. Клик выбрали, поставили его на первое место. С ClickView есть знакомые люди? Он у вас в контракте работает, да? Что такое ClickView? Это программное обеспечение, которое собирает данные в себя, формируется отдельное приложение, которое работает по принципу ассоциативного поиска и технологии работы InMemory. Что это значит? Ассоциативный поиск означает то, что если мы, допустим, в документе ClickView выберем менеджера Васи, просто отфильтруем по щелчку, то сразу же автоматически по этому щелчку подтянутся все данные, касающиеся этого менеджера Васи. То есть все документы, которые он оформил, все товары, которые он, допустим, продавал, все логистические данные этих товаров, я просто на примере продаж буду рассказывать, потому что это более близко к теме. Там все даты, когда этот менеджер Васи продал, допустим, этот товар. То есть система как бы по снежинке расползется и даст вам все ассоциации, которые были связаны с этим полем. А где она становится вообще? Остановится на вашем, ну, где у вас модель данных, как она ограничена. То есть вы ее сами ограничиваете, где снежинка остановится? Да, сейчас я расскажу попозже, потому что конференция действует основно. Второе. Технология работы in-memory. Что это значит? Это значит, что полностью, когда вы запускаете приложение QPU, все данные находятся в оперативной памяти. Диску обращений нет, то есть все расчеты выполняются практически по щелчку. Там, не знаю, одна-две секунды нужно для фильтрации данных и отображения результатов на экране. Это как бы явилось этим главным фактором в выборе QPU. Ну, вот моментально, если пользователи, по факту относятся технология работы. Также у QPU есть собственный формат хранения данных. Это файлы с расширением QBD, QPU Data. В чем их особенность? Допустим, QPU может брать данные из любых источников. То есть это и все коммерческие базы данных, и Excel, и Web, и CSV, и хоть текстовые файлы, все что угодно. У него там очень широкий инструментарий для этого. Есть очень много мастеров загрузки данных. Но самая лучшая считываемость этих данных выполняется в файлах QBD. Эти файлы можно сформировать также с помощью QPU. То есть формируете какое-то хранилище из этих файлов. Потом создаете репозиторию, точнее, из этих файлов. И из этого репозитория уже автоматически обновляете, допустим, два, три, четыре, пять приложений, которые у вас есть. Консолидация данных из большого количества источников. Ну, в принципе, я это уже сказал. То есть у нас, допустим, клип грузит данные из баз 1С прямыми запросами, из базы 1С через выгрузку файлов, из файлов формата CSV, что-то из веба берет, что-то берет из консоли администрирования основного QPU. То есть довольно-таки много источников. Ну и еще один пункт, который был на пользу, это доступный для осваивания язык загрузки. В принципе, в QPU новичку влезть можно спокойно за месяц-два. То есть, чтобы уже прям построить хорошее приложение, которое будет удовлетворить, допустим, требованиям того же самого отдела продажи. Язык скриптовый, англоязычный, требователен к регистру. Ну, с помощью этого скрипта вы, на самом деле, строите саму схему данных. Вот эту снежонку, которая будет потом использоваться в построении модели. Ну, вот тут я как бы привел картинку, как может выглядеть модель. Клики вообще, давайте немножко... У нас в клики вообще очень интересная такая штука сделана. У него в документе поля, которые вы выбираете, могут окрашиваться в различные цвета. То есть, зеленым цветом окрашивается выбранное поле. Допустим, выбрали вот того же самого менеджера Васи. Все поля по всех графиках, которые касаются менеджера Васи, все окрасили зеленым. Белым цветом окрашиваются ассоциированные с этим Васей поля. То есть, белым цветом окрашиваются номера документов этого Васи, товары, которые Васи оправдал. Серым цветом закрасится невыбранное значение. То есть, это то, что Васи стопудово не продавал. То есть, ничего этого не трогаем. Ну, к этому мы должны подходить. Какие основные принципы разработки на ClickView? Первое. Берем заказчика, садимся с ним за стол. Начинаем выяснять, а что же он хочет в принципе. Ну, в нашем случае было все немножко проще. Пользователи у нас достаточно консервативные были. Поэтому они хотели перевод имеющихся отчетов на ClickView. То есть, получили какую-то форму. Мы хотим такую же форму, но на клике. Если в 1С эта форма формируется, не знаю, 10-20 минут, на клике же эта форма будет обсчитываться на ходу. То есть, работа будет быстрее. Хорошо. Выяснили, что заказчик хочет. Начинаем думать, как нам получить данные, которые нужны для этой задачи. И тут уже начинается веселье. Потому что данные у нас бывают разрозненные. В нескольких базах сразу. Все это надо собрать. Все это надо свести в какой-то один блок. В частности, у нашей фирмы реализованы репозитории QVD-файлов, в которые мы тянем данные из 4-5 баз 1С. Храним их в определенном каталоге, который структурирован. По названию там все понятно, что означает. И потом уже этот каталог мы используем для формирования различных QV-приложений. Построение моделей данных. Третий пункт. Что он себя включает? Мы в QV открываем окно загрузки скрипта. И начинаем там по факту прописывать, какие данные и как мы будем их загружать. С чем мы будем их соединять. Какие именно таблицы мы будем генерировать сами. Какие мы будем брать по условиям. У QV есть такая особенность, что имя поля по факту является связующим идентификатором таблицы с таблицей. То есть, если вы назовете там поле с менеджером Васи, реализатор Васи, то это уже будет связаться с реализатором другой таблицы. Назовете там данные в календаре, допустим, дата с маленькой буквально, с большой буквально. Связи, допустим, с датами уже не будет. То есть, надо будет очень думчиво это все делать. И хорошим тоном является соединение таблицы с таблицей через одно поле. Если, допустим, в разных таблицах... Не знаю, можно ли увеличить эту часть? Третью. Нет, третью. Да, если вот, допустим, тут связь сделана... Очень простая модель. Связь сделана только через одно поле, получается. Если связь будет через два или более полей, появляются так называемые сим-ключи, которые очень сильно затрудняют отображение модели QV на экране. То есть, когда вы уже начнете показывать непосредственно графики, какие-то расчеты... Все это будет, ну, притормаживать, я бы сказал, по сравнению с тем, если бы связь была однократной через одно поле. И в итоге у нас что получается? Мы первое, что получили данные, загрузили эти данные в приложение QV, у нас теперь чистый лист, и на этом чистом листе мы начинаем что-то рисовать. То есть, здесь, конечно, нужно иметь какие-то данные, недавно, точнее, навыки дизайнера, чтобы рисовать то, что нужно именно клиенту. Потому что кто-то хочет график такой, кто-то хочет столбиковую диаграмму, кто-то хочет диаграмму кольцообразную, кто-то хочет еще что-то с различными классификациями, различными делениями. Все это приходится делать именно здесь, в визуальной части. И довольно-таки часто получается такая ситуация, что на разработку моделей, на подготовку данных, на разработку моделей и загрузку данных входит, допустим, 30% времени, а на визуальную составляющую все остальное. Потому что, ну, пользователи бывают довольно-таки требовательные. И что в итоге получается? Приложение, вот такое вот ClickView, оно полностью кликабельно. То есть, любое, не знаю, любой щелчок на какой-то показатель, он сразу же создает фильтр, по этому щелчку. Ну, тут вот данные, а не это. Опусцирование. Можете на цифру, в принципе, не смотреть. Синтетически. Можно галочками сразу отмечать нужные показатели. Вот, допустим, если мы выберем категорию 10, сразу пропадут все диаграммы, останется тут категория 10 здесь, здесь, здесь. Больше полностью на весь документ фильтр влияет. Сделано именно вот так. Так. По этой части есть какие-нибудь вопросы? Хорошо. С чем столкнулись? Ну, первое, это, конечно, качество данных. В чем, кстати, была основная стыковка, в чем была основная такая злость, когда начали разрабатывать. Допустим, пользователь же хочет данные, как всегда, почти за всю историю базы данных. То есть, мы спрашивали, а вот это что-то хотите, допустим, на каком временном отрезке? Месяц? Год? Дни, вы что, давайте с собой все. То есть, как база существовала, так и делайте. Но проблема в том, что, допустим, в документе на начало работы базы данных были одни данные, были одни реквизиты, документы постоянно дорабатывались. И, в конце концов, в документе совсем другие реквизиты, допустим, выполняются. Все это приходилось как-то стандартизировать. Бывало такое, что две базы данных, сущности две одинаковые, но у них немножко разные реквизиты. Их тоже приходилось приведить к этому номинату и все это вгружать в кода, чтобы получить хороший источник данных. А чем пользовались при очистке данных? При очистке данных? Бизнес-аналитиком. Ну и плюс еще, делали дополнительные обработки. Ну, бизнес-аналитик выявил данные, которые нужно изменить. Программист писал обработки на 1С, которые эти данные меняли. То есть, непосредственно, допустим, срок этих данных. И корректировали их стандартных хранилищ. Второе, с чем столкнулись, это изменения бизнес-процессов непосредственно в процессе разработки. Что это значит? Вот, допустим, на примере доставки. У нас есть база, в которой содержатся данные о доставке товара. И информацию о том, что товар доставлен, у нас есть такие люди, специально называются учетчики. Вот, информацию о том, что товар доставлен, учетчик может занести тремя различными способами. Причем, какой-то способ остался с древних времен. Какой-то способ, там, новый. Какой-то способ, допустим, непосредственно в документе внести это изменение. Можно просто потому, что само учетчику так удобно. В итоге пришлось все это дело обрезать, обрубить. Оставить, допустим, одну обработку для учетчика. Закрыть возможность редактирования в документе. То есть, пока мы изучали, как бизнес-процесс работает, мы сразу же либо там открывали какие-то возможности конфигурации, либо закрывали эти возможности. В принципе, было именно так. То же самое касается отнесения изменений в конфигурации 1С. Пользователи хотят получить какое-то значение, допустим, информацию по документу продажи, а такого значения, реквизита в документе просто нет. Надо его заводить, надо его заполнять для всех старых документов. То есть, такие вот вещи приходилось делать. Еще один пункт, это не информативные имена полей в базе данных 1С. Вы знаете, как создают имена полей в базе данных. Как попало, непонятно, и приходится все это делать потом думать. Ну, последовательно. Ну, последовательно. По имени-то никогда не помешало. То есть, можно понять по имени-то таблицы, но не по имени. То есть, а у нас привод в SQL, если оттуда пытались, что-то не стоит. Ну, есть обработки, которые переводят стандартные запросы 1С в запросы SQL. То есть, мы пользовались такими обработками. Почему из 1С данных выгрузить просто не используются? А как они? Файлик? Потому что нужен файлик. Где-то нужны файлик, где-то нужны файлик. А? Лист не лучше. А зачем файлик? А давайте я расскажу. Смотрите, у нас... Допустим, простые вещи, такие как содержимое регистра накопления, содержимое справочника, еще там что-то. Не документы, а простые сущности, перечисления. Они все окружались двумя запросами. То есть, там особо мудрить не нужно. Но если были сложные запросы какие-то, допустим, к документу мы подтягивали доставщика документа, к документу мы подтягивали реализаторы этого документа, реквизиты торговой точки в этом документе. Тогда да, приходилось это дело либо угружать файл, то есть, который мы уже порсилили. Но потом мы перешли на новую такую штуку, на REST Connector ClickView. Полгода назад о нем услышали. Для ClickView, точнее, создали специальный REST Connector, который ставится на сервер ClickView. После этого у ClickView возникает возможность сделать что-то по запасу в базу данных 1С. При этом в 1С, получается, опубликовали что-то по сервис, который формировал таблицу данных. Эта таблица данных переводилась в JSON и отдавалась, получается, в ClickView. Это регламентное задание какое-то было? Нет, это регламентное задание. Где ускорение? Ты же лишь 2 дня отчет отца. У тебя по HTTP сервису тоже быстро не выдаст? Тем более ты там будешь вытягивать PC? Нет, 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 смотрите. Мета-данные отдаются. Да, отдаются не уже сформированные данные, которые в отчете нужны. Отдаются там какой-то блок транзакционные данные, которые какие-то уже сам потом будут у себя обрабатывать. Все-таки ClickView хранит свою базу. Вы только вытянуты, и все она там хранится стационарно. Либо вы в онлайн-режиме лезите в SQL. Это все делается ночью, регламент. То есть уже, смотрите как, по регламентным заданиям ночью выгружаются данные из 1С, утром, где-то, не знаю, после этой выгрузки автоматически запланировано задание, уже ClickView рассовывают эти данные по приложениям свежие. Если, допустим, это данные по продажам, то освежаются всегда данные за последние 2-3 месяца. Данные по остаткам тоже бывают за последние 2-3 месяца. У нас, допустим, отсечка под изменение данных стоит на месяц. То есть месяц прошел, данные никто уже менять не может. Мы на 2-3 откатываемся, чтобы уж точно заделывать какие-то все было. А там все постоянно в памяти хранится или имеется какое-то... В приложении ClickView? Или где? В QVD файл. Нет. То, что выгружено в 1С, хранится в QVD. То, что загружено в ClickView, хранится в оперативке. А QVD уже... ClickView из QVD подтягивает те колонки, которые ей нужны. Ну, по сути, стоя база данных. Файловая. Ну, файловая, файловая. За счет вот этого InMemory она низкая. Да, сериаловая. И еще один факт, это то, что пришлось от этого уровня скупать оперативную память. Сколько? Сколько? Ну, сейчас на сервере у нас около 500 гигабайт оперативки. То есть довольно-таки много, но зато все шутко очень работает. То есть под это дело были выведены средства. Плюс, конечно, должен быть какой-то определенный дисковый объем на сервере, чтобы все это хранить. Потому что, допустим, у нас в некоторых приложениях их вес достигает гигабайта получен. То есть сам документ в QVD довольно большой. Документ для кого-то подходит? Им надо уже документы в QVD. Уже загружены. Адвижки уже? Да, уже все полностью отрисованы. То есть, которыми они работают уже непосредственно пользователи. Ага. Подожди. Вот этот QVD, я не понял. Видишь, это отрисованные данные. То есть этот QVD, это не просто вьюха, да? Она идет с данными, да? А с данными. И данные там уже специально под клик упакованы. Скажем так, клик-вью данные напрямую считают за 10 секунд. А ту же самую QVD считают за 5 секунд. То есть он уже заточен специально под нее. То есть, например, если мы хотим смотреть, кто-то хочет смотреть отчет по продаже, да? Ты делаешь вот этот QVD под отчет по продажам. Короче, в него постоянно данные типа вот ты их обгружаешь. Можно и так. Скорее всего, все-таки ты одни и те же данные, возможно, по разным задачам списываешь. Ну и фиксим избыточность, так и избыточность, да? Чем QVD хороши, то что можно один этот файлик использовать для 5-6-10, для всех приложений, которые у вас. Так, то есть ты можешь подтягивать из вот этого QVD в другие задачи. Разные приложения для сервера? А можно еще раз спросить? Что за мать там стоит? По железу я не могу сказать. Я точно знаю, что это какая-то... Не попалась ни разу в жизни. Виртуальный попалась? Наверное, виртуальный сервер. А, сервер. Суды и сервер, это много реально. Почему? Сейчас меньше стандарт, а сейчас терапат стандарт. Оперативно. Вниматель, сколько сейчас? Ну, 200, как было и осталось. Татурах для клика, да? Да. Ну, 200 на одном и 200 на другом. Так, пойдем дальше. А кто делает? Таасу, Сынку, кто это делает? Матери. Ну, посмотри, серверное железо. Я смотрел, посмотри, не слышал ни разу показателей. Первый раз уже не слышал. Паузаем и действуем с пользователями. Что было изначально? Изначально, конечно же, ну, у нас обычно финансами всеми оперируют продажники. Из их подачи клики начали приобретать. Поэтому первые приложения, которые были у нас, это были приложения, которые дублировали отчеты по продажу. То есть это были довольно простые отчеты, так называемые конструкторы. Что значит конструктор? То есть у нас есть поле, диаграмма наша, табличка. Слева от поля у нас есть меры, слева от поля у нас есть измерения. То есть там галочка им просто пользователь выделяет, что ему нужно. И все это прорисовывается диаграммой. То есть буквально за двое секунд. Я вам потом примеры этих приложений покажу в конце. Вот это касается, кстати, то, что первое приложение там и по продажам. И то, что пользователь сам решает, что ему нужно в отчете QPU. То есть задача разработчика только обеспечить наличие всех этих самых полей. То есть, чтобы пользователь точно видел, что он нажмет, что у него появится. Третим пунктом стало увеличение требований к визуальной составляющей отчетов. Постепенно пользователи распробовали функционал QPU и начали уже изощряться. Постройте нам диаграмму такую, чтобы она нам зелененьким положительным отмечала, а красненьким отрицательную динамику, чтобы там превышение рисовало сверху. Короче, начали изощряться, значит пришлось ломать голову. Для пользователей просто изучить это. Пользователь, в принципе, видит, что QPU может и он начинает уже стоять. Так вы все-таки потом писали, как это делали, настраивали и уже из коробки это получается? Нет, пользователь из коробки получает само приложение. Пользователь там ничего не настраивает. Максимум, что может настроить, это размещение каких-то элементов и фильтрацию. Ну, ты же один из них, ты же один из них знаешь, если сравнивать с компоновкой. Это не компоновка, это нельзя сравнивать. Когда там пользователи сел в компоновке, я хочу группировку такую, я хочу группировку такую, а ниже ты им диаграмму присылаешь. Нет, там пользователь такое не делает. Это все уже на совесть разработчика. Постепенно, после отдела продаж подтянулись у нас другие подразделения. Был включен довольно-таки крупный проект по логистике, когда данные по сервису логистики, по доставке, сверили на большую панель, в которой все начали сидеть, уйдя от 11. Постепенно подтянулся финансовый контроль, начали дебюторку смотреть в ClickView. И вообще, в принципе, начали просроченную дебюторскую задолженность смотреть, кредитные лимиты и все на свете. Подтянулись управляющие, которые захотели видеть аналитику у себя на одном большом листе. То есть по всем своим ключевым показателям. И постепенно у нас что произошло? Произошел переход вот этих простеньких отчетов ClickView на какой-то универсальный вид. Это дашборд, то есть лист с показателями пара диаграмм, каких-то фильтров, ключевые TPI, которые там отображаются. И с этого дашборда ты можешь, если хочешь, перейти на так называемый конструктор, то есть посмотреть детали. Пользователь, в принципе, в 1С заходить вовсе не обязательно, он может глянуть дашборд, посмотрел, а здесь-то у меня поползло куда-то вниз. Давайте посмотрим, что это такое. Перешел в конструктор, отметил показатели нужные, увидел, что у него там не совстается, полез разбираться. Плюс последнее, что хотел пользователь, это отображение данных с учетом соответствующих прав доступа. В ClickView есть такая штука, что можно какому-либо полю назначить соответствующий уровень доступа. Допустим, у нас есть такая вещь, как разделение по виду бизнеса. И были такие задачи, что, допустим, пользователь одного вида бизнеса не должен видеть результаты пользователя другого вида бизнеса. Это все настраивается в консоли менеджмента ClickView, в консоли управления ClickView. Там прописывается, допустим, какая группа пользователей из Active Directory относится к какому-то виду бизнеса, какая группа пользователей относится к другому виду бизнеса. ClickView при открытии приложения уже автоматически смотрит, кто залогинился и какой доступ к каким данным нужно дать. С чем нам пришлось столкнуться при внедрении ClickView? Первое, с чем пришлось столкнуться, это то, что мы исключили двойную интерпретацию показателей. То есть практиковалась такая вещь, что один и тот же отчет для разных видов бизнеса оценивался по-разному. То есть пользователи хотели, что давайте у нас отчет для бизнеса A. Мы будем смотреть, что у нас значение KPI хорошее 95%, а отчет по бизнесу B там 97%. Сказали сразу нет, извините, пожалуйста, давайте все сводить к одному. Потому что сегодня там бизнес один, его потом называли, товар распределили по другим видам бизнеса. Как теперь это считать? Давайте лучше все это придем к одному логике. В принципе все согласились, все стало хорошо. Второе, что это потребовалась корректировка старых данных. Ну, я об этом, в принципе, говорил. То есть старые документы, в которых чего-то не хватало, пришлось заполнять, чтобы эти данные уже появились в базе. Третье, это потребовалось обучение персонала. Причем я не говорю про обучение персонала работы с KPI, а говорю про обучение именно учетного персонала. Те люди, которые сейчас начали заводить данные в 1С, как учетную базу данных, они теперь должны были понимать, что все их действия за любой период времени будут в крепью отображены. То есть и действия эти можно будет посмотреть буквально по щелчку. То есть они стали более ответственно заносить данные. Ушла двойственность. Вот с тем же учетным отделом. Просто убрали ненужные способы, которые они не пользовались, оставили один способ ввода данных. Все, все с этого момента стало все хорошо. Четвертое, что делали, это выгрузку и консолидацию данных начали делать с заделом на будущее. То есть пользователь просит в отчете показать поле А и поле В. Ты уже думаешь, ага, в этом справочнике еще есть то-то и то-то. По-любому он через полгода захочет еще что-то. И ты сразу уже, не глядя на него, начинаешь выгружать практически все данные в КВД. Потом просто пользователь все-таки к тебе приходит и говорит, а я теперь хочу там еще и адрес торговой точки. Ты говоришь 5 часов. Ты говоришь 5 часов, сам на курорт. Типа того, да. Ну, у тебя, соответственно, время освобождается. Ты такой говоришь, да-да, конечно. Ты забываешь туда это поле, перезагружаешь документ, все, у тебя уже все появляется. И еще с чем пришлось столкнуться, это возникли претензии пользователей к данным ClickU. Тут и такая раскопка, что он не виноват. Это не пользователь не виноват, а ClickU не виноват. Ну, в принципе, что скормили, то он и выдал. Потому что часто встречали такое, что пользователь, допустим, через сервис ДЭС просит себе данного администратора. Ну, измени вот такое там, допустим, поле. Админ по незнанию там или кто дежурный, он меняет. ClickU, соответственно, эти данные появляются. Контролер смотрит в ClickU, что-то там не сходится, давай разбираться. Несется, конечно же, к нам, говорит, у вас в ClickU данные неправильные. У нас все наказуки. Ну, да, мы смотрим. Еще нормальный источник данных. Лезем в 1С, смотрим, ага, тут кто-то лазил, правило. Смотрим, в какое время правило, задаем вопрос этому человеку. Что случилось, но вот то, что случилось. Так, давайте дальше. Чего мы добились? Первое, это сократили время работы пользователей с данными. То есть, если раньше, причем сократили, вот я тут написал в разы. Надо было написать, не знаю, в 10 раз, в 20 раз. Допустим, в плане, на примере, в плане финансового контроля. Раньше финконтроль у нас сформировал отчет за 2 дня, стал формировать за 10 минут, благодаря ClickU. При этом, сначала, они очень дуго на него пытались перейти. Постоянно там, ну, как ныли буду так сказать, ныли, ныли, что там не хватает того, не хватает всего. Спустя там 3-4 дня начинается, а можно туда еще вот это вот добавить? А можно ли вот это вот добавить в отчет? В итоге они полностью на него перешли и стали с ним работать. Ну, время их прибавилось, по крайней мере, на другие задачи. Второе, чем мы добились, это обнаружение дыры в бизнес-процессах. Я вам чуть похоже покажу одну из моделей, которая у нас внедрена, сейчас и работает. Стало в ClickU, возможно, понятен, то есть, после любой период времени, кто вообще бизнес-процесс тормозит. То есть, на ком, если, допустим, это как цепочка действий, может посмотреть, на ком эта цепочка зависла. Третье, это организовали принцип одного окна. Что это значит? Это значит, информацию до, допустим, какой-то автомарной процедуры, можно посмотреть всего лишь в одном документе. Пользователь может зайти в одно приложение ClickUr, допустим, по продажам, и начать от продаж суммарных по филиалу и закончить по продажам, допустим, оппозиции. В частности, как пример, когда внедрили систему по логистике, у нас есть такая штука, как распричинивание логистики. Допустим, если произошло урезание товара по какой-то причине, у нас это все фиксируется. И пользователи просто раньше формировали отчет по распричиниванию, так называемому. Он формировался что-то больше часа. Сейчас, буквально в 3-4 клика, можно посмотреть, чей это был документ, на ком этот вычет в документе произошел, посмотреть фамилию и имя, отчество этого человека, который этот документ оформлял, задать ему вопросы. То есть, данные стали очень доступными. Четвертое. Добились прозрачности информации. Что это такое? У нас просто в компании по неделе проводятся планерки. И, в принципе, данные теперь на планерке руководители берут не из 1С, а из клика. То есть, они ему стали очень сильно доверять. В чем плюс? Руководителю сейчас ты уже не предоставишь данные, которые, допустим, он может исчезть недостоверно. То есть, он может зайти в то же самое приложение клика и проверить своего подчиненного. А точно ли он проценты, коэффициенты доставляет или нет? Что будет, в принципе, у руководителя тоже будет более членов. Ну и результат какой? У нас теперь более 200 пользователей. ClickView в различных филиалах. Около 90 приложений сейчас используются. Ну, конечно, 90-то многовато. Я понимаю, что будет еще очень много. В итоге приходим к той же самой ситуации, что и с отчетом 1С. Да, когда такой зарплат опять создается. То есть, каждое подразделение хочет для себя что-то уникальное. И выделяют ресурсы эти. И вот у нас около 90 сейчас приложений. Две трети из них используются в рабочем режиме. Одна треть в тестировании разработки. Сейчас они разрабатываются. Сервер 1. Сервер 1. Да, сервер 1. А, правильно, мобильная версия. Он у него нет? В ClickView можно зайти через браузер. То есть, все пользователи, которые сидят не через клиент, сидят через браузер. То есть, я видел графану. Она тоже красиво в графике висует. Ну, это, конечно, не ClickView. У нее красиво под телефон. То есть, там есть красивый ремонт? Под мобильное приложение это уже, наверное, больше другая ветка. Не ClickView, а ClickSense. То есть, он аналогичен, наверное, или не аналогичен. Он похож на управляемую форму DNS. Он сам отрисовывает все, что нужно под размер экрана. Это вы производили. Вообще, сколько стоит он? ClickView? Дорого. Ну, серверная лицензия, если не ошибаюсь, то и сейчас, что больше будет вклад в миллионах рублей. Даже топная версия. Да, вот количество пользователей зависит. Да. Топная версия, в принципе, может скачать кто угодно. Она бесплатная. Загружайте, что хотите. Но там есть такое большое ограничение. Все, что вы... Если вы сделали приложение на компьютере, вы посмотрите его только на этом компьютере. В другом компьютере вы его уже не откроете. По объему информации там ограничение загружаем. Почему фид-мониторинг два дня делался? А? Почему отчет фид-мониторинг два дня делался? Потому что они с Excel еще собирали? Да. Там вот эти... Они VPR-или там файлик с файликом, еще что-то делали. То есть... А ClickView тоже те же Excel они идут, да? Не понял. Но... Отчет когда делается, он берет данные все уже Excel, да? Извести Excel, да? Нет, он... Он не упорядочили данные, видимо. Для фид-монтроля он использует несколько ресурсов. И с файлов, допустим, берет. И напрямую с базы данных берет. Но там при загрузке свои нюансы были именно на фид-контроле. То есть все, что было, мы с ними обговорили. В процессе формирования вот этой модели данных модель. Идеализировали, да, упорядочили. И так получилось, что получилось. То есть можно было оптимизировать и V11? В смысле? Теоретически, да. А, сам отчет V11, который... Ну, да. Который формировался два дня, его можно было на полчаса отменить. Ну, нет. Это точно нет. Потому что там очень много было данных. А что там, раз он таких денег стоит, может, там еще и бигдатор и... Нет, не бигдата, как-то называется, обучающийся. И говорит, ну, опа, слушай, вот если ты сейчас сюда денег вложишь, ты там, да, нейронные сети. Вот сейчас активно идет использование, не Кликью, а Кликсанс. Знаете, что такое? Это вот вторая ветка, знаете. Она не то, что дешевле стоит. У нее подписная немножко система. То есть уплатится за подписку, за размещение приложения в облаке. И вот там есть использование как интеллектуальных систем, подключения систем, как на языке R, так и на языке Python. То есть можно туда подтянуть. Кликсенс. Плюс к тому, Кликью очень сильно кастомизируется. То есть если не хватает, допустим, каких-то имеющихся графиков, диаграмм, можно написать на жало-скрипт расширение. Кликью его отлично слушает и покажет все, что... Если в Кликью нажать окошко и посмотреть, из каких библиотечек он собран, уже смешно. А там и G3, и там много JS. То есть для отображения, фронталь, это скошко и G3. Да. Ну и примеры приложений, которые сейчас у нас работают. Давайте демонстрируем. Нет, сейчас дойдем до крупного. Я выбрал четыре. У нас панель управляющего, сервис обратной продажи, конструктор и общий сервис логистики. Давайте я дальше пойду. Можно? Это сервис обратной продажи, граф какой-то у него. Компонент какой-то... Нет, это не компонент, это самоделка. Вот так вот выглядит у нас конструктор. Вот сейчас, на данный момент, данные тоже у нас ассоциированы. Вверху фильтры календаря, которые выбирает сам пользователь. Справа список фильтров, по которым можно отделить, допустим, те или иные значения. Слева у нас есть список мер и список измерений. То есть измерение это то, почему будет упироваться данные. Меры это то, что будет упироваться. То есть и, соответственно, что ты выделишь, то ты и получишь. Причем ты календарь что-то буквально за секунду. Ну блин, истанин. Тут можно относительно, за два с половиной миллиона, блин, можно было бы, может быть, правда выгрузить куда-то в отдельную, если бы не было. Знаете, об этих деньгах сейчас никто не жалеет. Я думаю, за два с половиной миллиона стоит то, что он все-таки с памятью очень аккуратно обращается. Потому что даже 500 гигабайт это явно не сильно много, если все в памяти. Сейчас вы можете, я точную цену вот именно данного не знаю. Можно ли выяснить, да? Так, это то, что касается конструктора. Вот сейчас, это вот общий сервис логистики. Как он у нас выглядит? Один из листов его. По визуализации очень большое такое количество всяких элементов, которые здесь используются. Таблицы, топ таблицы, иерархические структуры какие-то потоварные можно здесь вывести. Можно здесь вывести там, в случае у нас выведены продажи, вычеты или урезки. То есть на конкретную дату. Вот сейчас тут данные за три месяца, если я не ошибаюсь. За марта, апреля, май. Это скридшот с вебой или с приложением? Это скридшот с приложением. В вебе немножко там граница еще подкорректирована, но немножко по-другому выглядит. Как-то так. Потом идут сервис обратной продажи. Когда его делали, что-то поломать голову. То есть разработчик, он был же и дизайнером. И пришлось думать, как пользователь эту всю информацию предоставит. В частности, вот по этому приложению, что могу рассказать. У нас есть такая штука, как обратная продажа. Это по факту возврат товара от клиента, который клиентам, допустим, не был востребован. И по этому графу, который здесь есть, можно отследить, в принципе, то количество документов, которое к ней вернулось. На каком моменте это все заткнулось. Можно ее увеличить? В нижней части. Да, сначала. У нас, допустим, сейчас там выбрано, по-моему, март или апрель. Вверху в фильтре. Май. Вообще. Да. И вот можно посмотреть, что у нас в мае организовалось что-то. Семнадцать заявок на возврат. Из них доставлено 231. Из них с опозданием доставлено 10. Это вот. Вовремя доставлено 221. Все эти поля не кликабельны. То есть, при нажатии на поле, допустим, доставлено вовремя, на втором листе этого документа, у вас сразу же выйдет список этих поля доставленных документов. Здесь этого листа нету. Там уже подробности. То есть, все это можно посмотреть. Представлены отборы, допустим. Да, отборы. При этом, как бы, тут уже результат этих отборов есть. Сколько по времени разработка это было? А вот эта структура, она вручную сделана? Да. Это все вручную. Сколько примерно? Именно обратная продажа полтора месяца занимала. То есть, там четыре листа. Один человек делал? Да, это я делал. Вместе с бизнес-аналитиком. Два человека. Он-то уже был постоянно задействован на этом? Да. Бизнес-аналитик, он был задействован на проекте. То есть, его выделили отдельно для обучения пользователей и для разработки новых бизнес-процессов, которые будут использоваться. И полтора месяца это вместе с обучением внедрения? Да. Это от разработки до внедрения. А у меня тут тоже вопрос. Есть еще? А как достоверность данных проектов? То есть, в Одинессе, за счет преимущества очень простое. Нажимаешь «развернуть», тебе первичные документы показывают. Здесь как? А вопрос доверия уже? Нет. Вопроса доверия нет. Экономисты всегда врут. Это всегда известно. Ну, смотрите. Бизнес-аналитики еще больше будут. Ну, хорошо. При разработке, допустим, от того же отчета финконтроля, а деньги, так сказать, мы всегда любят счет. Нет. Ну, смотрите, нет. Вы про это? Отгрузки, не отгрузки, где тут деньги? Здесь я люблю. А, вы именно про это, да? Ну, хотя бы. Мы перед тем, как внедрять этот отчет, у нас был ключевой пользователь, который все эти данные проверял. Только и всего. А он каждый день меняется? Каждый день новые данные. Каждый день проверяет? Да, в течение где-то нескольких дней. То есть проверяется цена. Скажем, вы до первички отсюда дойдете? Данные не проверяете. До первички в каком виде? До документа. До документа, да. Здесь выводится и номер документа, здесь выводится и дата его, и выводится даже товар, который я говорю в этом документе, но на других листах. То есть здесь я просто их не стал показывать. То есть можно расшифровку получить? Да. Данная цифра там 44, допустим. Все верно. То есть у вас здесь, допустим, выбрали созданное там, не знаю, 15 букс-правок. Нажали на них, у вас на листе оперативного контроля будет 15 этих букс-правок уже выведено со всеми реквизитами. То есть вы сможете прям их взять и распечатать. Если нужно будет. Осталось только найти 2,5 миллиона, плюс сервер. Это уже как договоритесь. И потратить где-то еще пару миллионов на создание. Не, почему железо? Еще на разработку. Железо здесь у нас, по крайней мере, с запасом. То есть все вот эти приложения я спокойно запускал у себя на компьютере разработчика. У меня 4 гигабайт оперативки. Все прекрасно летало. Саша, есть еще другой вариант. Надо выбросить торговую DC-3 и перейти на 11. Там нормальные структуры данных, а что-то очень быстро работает. Я тебе серьезно говорю. Как там получилось бы сделать? И последнее, что я хотел бы показать, это внешний вид панели управляющего. Как у нас сейчас она выглядит. Можно чуть-чуть увеличить? На каком? Да. Ну, чтобы просто погляниться на экран. Да. Это вот сейчас у нас все данные из продаж, все данные из логистики, все данные по остаткам, все сливаются в одно приложение, в котором управляющий в любой момент может посмотреть, где товарный запас находится, этот товарный запас свой, либо товарный запас поставщика, сколько нам должны по каким-то категориям, какой клиент, какой рисунок должен. То есть, все на одном месте. Эту вещь, в принципе, можно только составить, только ради того, что такое показывает. Ну да, один из у них, да, я помню здесь. Слушай, а вот здесь, где-то тоже месяц полтора. Саша, попробуй Power BI. Он бесплатный. Как называется? Power BI. Да, Microsoft. Он бесплатный. Вот. И открывается приложуха везде. Работает быстрее, чем ClipView. К этой панели. И вот. К этой панели имеет доступ только два человека. И красивее намного. Вот, в принципе, все, что хотим. И для пользователей более понятно. Крафаном? 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 Так уж так. А так, если люди понимают решение... Спасибо. Вопрос я ищил сейчас. Да. 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 Может поменять. Не всегда. Пока еще нет. Ну, если поменять, перепишем. А, у нас, по-моему, было... Кривые грузки, загрузки меняют. Проблемы могут быть базой, да. Мы могли базу, например, вылечить при создании заново. Соответственно, структуру данного пересоздания, скорее всего, уже будут идти по порядку, но не соответствует тому, что было. Да. У нас, поскольку с кликом работает очень много народа, то откликает какой-то некоррентной работе, получаем буквально в первый же час там рабочего дня. И все это меняется достаточно оперативно. Единственное, в чем может быть задык, это загрузки данных. Некоторые вещи клик загружает довольно-таки долго, там, можно два часа. Может два часа, три часа загружать какой-то документ. То есть, для этого, придется потерпеть. А хранилище вы не используете, да? Ну, допустим, подготовленные данные для клика. Почему используем? Ну, он у вас сразу с боевых баз уже грузит, да? Да. Ну, смотрите, при этом... Приняло стратегию помежуточного хранилища. Это правильно. При этом мы грузим не все данные, а грузим данные, допустим, по ссылке два-три месяца. То есть, не обновляем все их полностью. Ну... Нет, у вас просто файлики лежат, там, год и по месяцам. Все верно. У нас, если два-три месяца загрузилось, у нас там будет по 10 часов грузиться. У нас CDC стоит на отслеживании изменений. Только те данные, которые изменились, нахлоп загрузили. Нет, вопрос объемов просто. Кстати, если вы новой конфигурации посмотрите, обинессовский, там тоже эта концепция внутри конфигурации сделана. То есть, там данные специально для отчетов дублируются. В автоматическом режиме. То есть, там вот этот средств для отчета в актуальном состоянии поддерживается. В новых конфигурациях. Например, взять тот же самый документооборот. Небольшая конфигурация, небольшой функционал, там сотни регистров сведений, на которых именно хранятся данные в таком варианте, чтобы очень легко и быстро можно было получить запросы. Ну, просто... Нет, ну, видишь, что-то... Это это новая конфигурация. Добрый два года назад, да? Это новая тема для доклада. Нет, не верно. Может, на следующий раз. Здесь фишка в том, что он работает с памятью, работает эффективно. Потому что, действительно, уже многие думают, по правоволе делать базу специально для отчетности, которая именно оптимизирована на чтение, которая действительно летает в плане получения данных. под ней утиринговали, соответственно, базу на скуле или на чем-то там. Вот. Но, я думаю, такой скорости, как на клике, добиться точно. Есть такой проект, называется ПАЛ. Кто-нибудь слышал? Это Аллах на оборудовании. Это те же самые кубы, только в памяти. Тепло говоря, то же самое, что представляет из себя клик. Точнее, не сам клик, да, а какая-то его модель. Техническая часть. Техническая часть. Техническая часть. Техническая часть. Вот30 МTheP prowad. Если тк-та эквивал касается, ahrзировали, верхний Teichatar. Техническая часть, Junioraj volver, а эти конфеты на ней эйдераны. Но только тут, как правило, た 톱н已經isan. У меня вопрос, у 1С была 1С инцидиация, она в принципе то же самое делала, она отсосывала. Производительность разная, она нормальная, производительность разная. Но она отсосывала. Почему не совсем, все правильно, отсюда все сосало, только она не так крутила. Мало эти данные сосать, надо еще данные отобразить. Но тут, кстати, насчет дизайна, 1С, опять же, если посмотрим компоновку, то она достаточно такая, хороший вид. Последний год, два, доделывать его. Те же диаграммы еще 3 года назад, вообще были отвратительные. Я не знаю, у Коксиан давно их не делал. Мне вот, если для дашборда, было несколько проектов, и мы у тебя в комбайне используем, мы графан используем. Собственно, мы прикрутили его к графану. Да посмотрите, списку это бесплатно. Вот стихом все. Есть графан, да, и есть палом. Уже только прослоечка между ними, и вот пожалуйста. Да, да, да. Ну то есть это как раз именно графана для отображения графика, для отображения таблиц, она бесплатная. Ты должен скармливать JSON по веб-сервису. Либо ты можешь, вот с эсперемой нету. Либо она может подключаться к запису. Мы, либо это, то есть мы мониторим у себя что? Можно, на следующий раз я расскажу. Первое, мониторим трафик с микротика. Ну, просто красиво нарисован. К сожалению, не могу. Собственно, реально красивые графики. Потом мы мониторим состояние счета телефона, потому что постоянно забывается кто-то заплатить, и служебный телефон начинает проседать. В телефоне мониторим пропущенные звонки, мониторим еще несколько параметров. И самое главное, оно все в одной, то есть консолидирует. И опять же, можно мониторить состояние денег на счете. Но она только график выводит. Она не рассчитывает, ничего не сомневает? А клипка это же ну. Не-не-не, это ничего не говорит. То есть это все. Но самое главное, она еще для телефона фигенция. То есть образно говоря. А, да-да-да. Она четко рисует, отрисовывает прям графики. Вот Power BI, он тоже. Ну, для телефона приложу по прям. И вот наш партнер там, скажем, делал. Надо было не в соревнованиях в аптеках, кто там лучше нам продает какой-то препарат. То есть, собственно, все на телефонах. И достаточно быстро. И много времени это не потребовалось. И достаточно безопасно. Тебе не надо в 1С-ку там пускать. И здесь только вот. Что-то будет, но и обратите внимание. Кстати, клип, чем хорош. У него очень большой функционал. В плане каких-то статистических функций, финансовых, именно денежных функций. Которые вот используются как в скрипте загрузки, так и в функциях визуализации. То есть, пока там... Вот с чем я работаю, я не использовал, наверное, и 90% возможностей. Там типа кнопочков почитать. И 10%. Так вот цели, наверное, да? Да, там, наверное, даже покроще. Не, ну, пример, вот, конечно. И тем можно решить такую задачу? Решитать скорость продаж товаров? Да. Когда он находился на складе? Да. Можно. Сейчас, допустим, я делаю задачу. Расчет прогнозной доступности товара на будущее. То есть, зависит от истории продажи. За секунды рассчитает? Да. Не за секунды. Если есть публика остатков, ты ее связываешь с товарами. Не только. А тут условия, товар находился на складе. То есть, ты берешь 30 дней, а у тебя товар находился только 10 дней. Кстати, то, что товар находился на складе, это даже облегчает задачу. Потому что клик вам выберет только те данные, которые... Ну, когда факты были, по-моему. То есть, когда были факты. Факт нахождения. У тебя нужен факт продаж, факт наличия. Товар был на столе, но он не продавался. Нет. Это остатные таблицы. И можно по дням посмотреть, какие дни это будет. Ты можешь это сделать? Нет. Я не спорю, нет. Ты же можешь. Вот еще такой вопрос. Остатки мы храним на каждый день. Да. Остатки мы храним на каждый день. По всей базе. Соответственно. Ну... Да. Остатки у вас хранят. На самом деле, объем данных этих, что вы, 500 гигабайт, не так уж и много. То есть, икрик их съедает за мелкую душу, там буквально за 10. А остатки вы чем рассчитываете? Через расконнектор уже. А, СССР. Да. А у нас финансовый отдел научили писать запросы в 1С. И теперь им отчеты не новые. Система. Вот так. И просто теперь... Забираете кликом, да? Не, но потратили время за то есть. Не, не. Перезаписим. Перезаписим. Да. Перезаписим. Перезаписим. Мы держим старые, которые, допустим, до 2-месячной давности не хранятся. Которые новые, они просто перезаписываются. Ну, это все в крипте обыгрывается. То есть, допустим, время изменения файла такое-то, то перезапишите. Пожалуйста. Да. Как-то таки победили. Все. Вопросов больше нет. Спасибо вам. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.